Особенности ЗРК самолетного типа Пример ЗРК самолетного типа СИМ 10 Бомарк Фото сайта www.sof.mil Тенденции строительства противовоздушной обороны в 1950-1960-х годах Зенитные ракеты самолетного типа представляют собой интересное направление развития ЗРК 1950-1960-х годов Поскольку такого рода ЗРК не были реализованы в СССР в металле Придется рассказать об их возможностях на примере американского ЗРК СИМ 10 Бомарк Как известно, первые зенитные ракеты в Германии, США и СССР создавались для защиты конкретных объектов В 1953 году армия США прияла на вооружение ЗРК МЭМ Два Найка Як с дальностью стрельбы 48 километров А в 1958 году МЭМ 14 Найк Геркулес с дальностью стрельбы 140 километров МЭМ 14 была первой американской зенитной ракетой, оснащенной ядерной боевой частью БЧ Это БЧ-часть Таблии 31 мод С мощностью 2 КТ Боевая часть состояла на вооружении с 1958 по 1992 год В 1960 году ракета Найк Геркулес с ядерной БЧ перехватывала оперативно-тактическую баллистическую ракету МГМ-5 Корпорелл В свою очередь, ВВС США предложили принять новую концепцию зонального прикрытия целых районов США и Канады В 1949 году авиастроительная фирма Бэринг получила от ВВС контракт на разработку беспилотного перехватчика с дальностью действия 300 километров Любопытно, что первоначально зенитные ракеты именовались XF-99 В этом индексе Х обозначение опытного изделия AF Истребитель, как, например, F-84.86.101.102 и так далее В августе 1955 года изделия официально перевели из самолетов в ракеты и присвоили новый индекс M-99 И, наконец, 27 июня 1963 года ракета получила название 7.10 Бомарк Дабы не путать читателя, я буду использовать только последнее наименование Тем более, что под ним ракета и вошла в историю техники У ЗРК Бомарк отсутствовали собственная система обнаружения целеуказания А также значительная часть средств управления зенитно-управляемой ракеты Функцией этих средств и систем выполняла единая полуавтоматическая система управления ПВО территорий США и Канады Сейдж Которая одновременно управляла боевыми действиями истребителей-перехватчиков и других ЗРК Бросковые испытания Бомарка начались в сентябре 1952 года В феврале 1955 года состоялся первый пуск с работающим маршевым двигателем, но без системы наведения Первый пуск с работающей системой наведения состоялся в октябре 1957 года А в конце того же года фирма Боинг получила контракт на серийное производство ракет Бомарк Первоначально предполагалось, что в качестве боевой части Бомарка будет использована управляемая ракета класса «Воздух-Воздух» А сам носитель будет приспособлен к посадке и повторному использованию Но в ходе разработки было принято решение оснащать ее 180-килограммовой осколочной или ядерной боевой частью W-40 Мощностью 10 КТ По расчетам способную уничтожить самолет или крылатую ракету при промахе ракеты-перехватчика в 800 метрах Тем не менее для дезинформации еще несколько лет в СМИ вбрасывалась информация о возможности повторного использования Бомарка Аэродинамическая схема ракеты Бомарк обычная самолетная Старт вертикальный Ракета имела две модификации Бомарка, серийно выпускавшийся с 1960 года, и Бомарк В, принятый на вооружение в 1961 году Вариант А был оснащен жидкостным ускорителем Аэроджет ЛА-59 АГ-13 с тягой 140Т Он разгонял ракету до скорости М равно 2 После чего начинала работать собственная двигательная установка, состоявшая из двух прямоточных воздушно-реактивных двигателей ПВРД Марк Ротар J-43МА, три на 80-октановом бензине, разгонявших ракету до маршевой скорости Расположенная в носу импульсная радиолокационная головка самонаведения, ГСН, работающая в трехсантиметровом диапазоне, могла захватить на сопровождение цель размером с крылатую ракету на дистанции до 20 километров Радиус действия Бомарка при скорости около 2,8 м составлял приблизительно 450 километров Этот вариант ракеты имел ряд недостатков, основным из которых было использование жидкостного стартового ускорителя, требовавшего выполнения длительных заправочных операций, при этом небезопасного при хранении 7 июня 1960 года на базе Магуайр при заправке ракеты топливом произошел взрыв и возник пожар, в огне оказалась и ядерная БЧ Взрыва не произошло, но район расположения пусковой установки оказался сильно заражен Модификация ракеты в отличие от А имела твердотопливный стартовый ускоритель, улучшенную аэродинамику и усовершенствованную систему самонаведения Радиолокационная ГСН-53, работавшая в непрерывном режиме, существенно повышала возможности ракеты по поражению несколетящих целей Схема из книги Вадима Шеврова «История конструкции самолетов в СССР» 1951-1965 годы ГГ-2002 Пуск ракет «Б-Марк» производился с пусковых установок защищенного типа, представлявших собой блочное железобетонное укрытие длиной 18,3 метра, шириной 12,8 метра и высотой 3,9 метра Укрытие состояло из двух частей – пускового отсека, в котором смонтирована пусковая установка, и отсека с рядом помещений, где размещены контрольные приборы и аппаратура управления пуском ЗУР Для приведения пусковой установки в боевое положение гидроприводами, работающими от компрессорной станции, раздвигались створки крыши, два щита толщиной 0,56 метра и весом 15Т каждый Ракета поднималась стрелой из горизонтального в вертикальное положение На эти операции, а также на включение бортовой аппаратуры ЗУР уходило до двух минут 19 сентября 1959 года заступило на боевое дежурство 1-я эскадрилья, оснащенная ракетами «Бомарка» на базе «Магвайр» 1 июня 1961 года встало на боевое дежурство 1-я эскадрилья с ракетами «Бомарк-В» Исходный план развертывания системы, принятый в 1955 году, предусматривал развертывание 52 ракетных баз со 160 ракетами на каждой способных полностью прикрыть территорию США от любого варианта воздушного нападения Но в связи с успешным испытанием советской МБР-7 масштаб программы начал резко сокращаться Советские бомбардировщики уже не казались серьезной угрозой, а вот опасность баллистических ракет, против которых система была бесполезна, непрерывно росла В 1959 году ВВС приняли новый план развертывания в США и Канаде 16 баз с 56 ракетами на каждой Но в марте 1960 года план был урезан еще раз, теперь окончательно, до 9 баз в США и 2 баз в Канаде В США ракеты «Бомарк» состояли на вооружении до 1972 года При размещении «Бомарков» в США существовала серьезная проблема Перехват советских бомбардировщиков происходил бы над территорией Канады и воздушные ядерные взрывы осуществлялись бы над густонаселенными канадскими провинциями Было предложено разместить ракеты в Канаде, чтобы сдвинуть зону перехвата дальше на север Прогрессивно-консервативное правительство премьер-министра Джона Ди Фенбикера поддержало идею размещения баз «Бомарк» в Канаде В августе 1957 года подписало соглашение с США по системе ПВО НРЭД Согласно которому королевские ВВС Канады подчинялись ПВО США В начале 1959 года был закрыт проект разработки пилотируемого сверхзвукового перехватчика CF-105 Arrow в пользу финансирования «Бомарк» Однако в 1960 году в СМИ проникла информация о наличии в ЗРК «Бомарк» ядерной бэчи, что вызвало ожесточенный спор о допустимости размещения ядерных ракет на территории Канады В конечном счете правительство Ди Фенбикера решило, что «Бомарки» на ее территории не будут иметь ядерного заряда Тем не менее эти споры раскололи кабинет Ди Фенбикера и привели к краху его правительства в 1963 году Лидер оппозиции либеральной партии Канады Лестер Персон выиграл выборы в немалой степени потому, что хотя и был первоначально против ядерного оружия Изменил свою позицию в пользу размещения ядерных ракет на своей территории 31 декабря 1963 года в Канаде была развернута первая эскадрилья «Бомарк» Кроме Канады командование военно-воздушных сил Швеции выразило заинтересованность в приобретении опытной партии «Бомарк» и развертывании ее на территории Швеции, естественно с обычной боевой частью Доставить сопроводительную документацию для ознакомления высших чинов Министерства обороны Швеции было поручено полковнику авиации Стигу Венешстримон же агент груз псевдонимом «Орел» За несколько минут, проведенных Орлом в приемной министра обороны Швеции Андерсона, с документацией были сняты копии, которые затем были переданы советскому военному атташи генерал-майор В.А. Никольскому Позже правительство Швеции отказалось от закупки ракет «Бомарк» в пользу британских зенитных управляемых ракет средней дальности «Бладхоунт МК-2», которые под названием «АБИ-68» состояли на вооружении до 1999 года Разумеется, в СССР знали о «Бомарке» за долго до проделки «Орла» И уже в 1958 году было решено создать советский «Бомарк» В июне 1958 года УКП-155ИМ А.И. Микояна получила задание разработать экспериментальный беспилотный перехватчик класса «Земля-воздух» Р-500, КР-500, а по сути, это был проект зенитно-управляемой ракеты, предназначенной для поражения высотных скоростных самолетов и крылатых ракет на встречных и встречно-пересекающихся курсах Дальность перехвата должна была находиться в пределах 800 тысяч километров, высота 25-30 километров, маршевая скорость ракеты 4700 километров в слеж час Эскизный проект Р-500 был завершен в 1960 году Ракета входила в состав комплекса С-500, предназначенного для обороны крупных промышленных районов В его состав входили РЛС-наведение и несколько пусковых установок с ракетами Р-500 Пуск ракеты производился вертикально или наклонно как со стационарных пусковых установок с автоматическими системами зажигания, так и с самоходных пул, имевших по одной ракете каждая Расчетные ТТХ ракеты Р-500, длина 11,77 метра, размах крыла 6,06 метра, высота 2,73 метра, диаметр фюзеляжа 0,95 метра, силовая установка ПВРДР 0,85 тяга 1,600 килограммов, максимальная скорость 4,3 м, потолок 2,000 метров Ракета Р-500 выполнена по самолетной схеме с высокорасположенным тонким треугольным крылом со срезанными концами без элеронов Кили-стабилизатор цельно-поворотные, последний с дифференциальным, для управления по крену и тангажу, отключением В дальнейшем планировалось на ракете применить газодинамическое управление для перехвата целей, летящих на высотах более 35 километров Двигательная установка состояла из сверхзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя РД-085, подвешиваемого на пилоне под фюзеляжем, и двух твердотопливных ускорителей Двигатель РД-085 разрабатывался в ОКП-670 и ММ Бондарюка, предэскизный проект был готов в ноябре 1960 года Ракета Р-500 на твердотопливных ускорителях выходила на высоту 4000 метров и разгонялась до скорости 2М, достаточной для запуска ПВРД Из-за срыва горения в камере сгорания ПВРД на больших углах атаки пришлось прорабатывать варианты других комбинаций двигательных установок Схема из книги Вадима Шеврова «История конструкции самолетов в СССР» 1951-1965 годы ГГ-2002 Предложенный проект «ЗУР» был одобрен заказчиком, но из-за отсутствия целей для данной ракеты в начале 1961 года работы по этому проекту были прекращены Параллельно с КБИМ А.И. Микояна проектирование русского Бомарка на конкурсной основе в 1959 году предложили ОКП-256АН Туполева и ОКП-52ВН Челомея Замечу, что КБИМ Туполева в первый и последний раз было выдано задание на проектирование зенитной ракеты Проект получил название ТУ-131, или изделие 131, иногда его называли «самолет-З» — «зенитный самолет» Ракета ТУ-131 впрямь была более похожа на самолет, чем на классическую зенитную ракету ТУ-131 имела две ступени — стартовую и маршевую Маршевая ступень внешне напоминала уменьшенный в размерах самолет-снаряд 121 Стартовая ступень оснащалась мощным твердотопливным двигателем, а маршевая имела под фюзеляжем один ПВРД, а по другому варианту два ПВРД ПВРД крепился на пилоне под задней частью фюзеляжа В случае использования двух ПВРД меньшей тяги они крепились к фюзеляжу на двух угловых пилонах ПВРД для ракет ТУ-131 проектировались в конструкторском бюро ММ Бондарюка Треугольное крыло имело угол стреловидности по передней кромке 60 градусов Хвостовое оперение имело управляемый стабилизатор и киль В носовой части фюзеляжа находилась активная радиолокационная ГСН, за ней располагался отсок под БЧ, далее располагались топливные баки и приборный отсок БЧ предполагалось иметь осколочно-фугасную и специальную Старт ракеты наклонной, с мобильной ПУ, представлявшей собой прицеп, буксируемый тяжелым артиллерийским тягачом типа МАС-535 Работы по ТУ-131 не вышли из стадии проектирования Данные за РК ТУ-131 Общая длина системы М............. 9,6 Длина маршевой ступени М. 7,0 Размах крыла маршевой ступени М.......... ...2,41 Стартовый вес системы КГ 2960 вес маршевой ступени, КГ. . . . . . . 1460 вес боевой части, КГ. . . . . . . . 190. Максимальная скорость полета на высоте, КМ, час. 4300 максимальная высота полета, КМ. . 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 350 ВОК. 52 с августа 1959 года разрабатывалась РЧ-500, ракета дальнего действия Челомея. Радиолокационная головка самонаведения разрабатывалась НИИ-17ХКОД. На маршевом участке система наведения радиокомандная. Возникли серьезные проблемы с маршевым твердотопливным двигателем, топливо для которого разрабатывало НИИ-125. По проекту дальность перехвата составляла 500-600 метров, маршевая скорость 2,8 м, потолок 35-40 км, стартовый вес 7,8 т. Пусковая установка стационарного типа РЧ-500 проектировалась в двух вариантах – наземном и подземном. В выход ракеты РЧ-500 на совместные испытания был запланирован на второй квартал 1964 года. Однако в 1961 году работы над РЧ-500 прекратились из-за проблем с твердотопливным двигателем, а главное – из-за полного отказа от ЗУР самолетного типа. Таким образом, ни одна советская ЗУР самолетного типа не была реализована в железе и сейчас представляет интерес лишь для узкого круга историков ракетостроения. Но история развивается по спирали, и сейчас летают разведывательные и ударные дроны с дальностью полета в 10 и более тысяч километров, как, например, Global Hawk IQ-4. Произошел резкий скачок в развитии компьютерной техники и в возможностях радиолокационных и инфракрасных головок самонаведения. Это позволяет за короткое время за год или даже за шесть месяцев создать дрон ЗУР – перехватчик – на базе существующих дронов либо списанных дальних истребителей или бомбардировщиков. Подобный дрон можно назвать и С-5000 или С-1000-00, в зависимости от дальности перехвата. Разумеется, добиться того, чтобы дрон ЗУР сбивал самолет, летящий со скоростью 3М на высоте 30 километров, весьма проблематично. А вот дрон IQ-4, у которого максимальная скорость 644 километра слэш-час, а потолок 19 километров, вполне может стать добычей дроны ЗУР. Любопытно, что сейчас компания Нортроп Грулман разрабатывает полярный вариант IQ-4. Полярог. Операция прикрытия незатейливо, контроль полярных областей Канады. Вспомним, как американская система ПРО в Европе разрабатывалась под соусом защиты от иранских баллистических ракет. И сейчас нетрудно догадаться, что цель создания Полярог – разведывательные полеты над Русской Арктикой и Дальним Востоком. Кстати, одна эскадрилья дронов ЗУР может прикрывать всю Арктику. Теоретически дрон ЗУР, стартовав с Кольского полуострова или Камчатки, может поразить самолет или дрон в любой точке земного шара. Александр Широкорад Александр Борисович Широкорад Писатель-историк Право на данный материал принадлежат независимое военное обозрение. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.